Я думаю, что особенность этого курса, да, прежде всего, возможности детей с разных уголков мира, абсолютно из разных балетных школ и профессиональных, и не совсем профессиональных, приехать в Санкт-Петербург, да, насладиться нашим замечательным городом, да, и вот именно вот в этой атмосфере, где, в принципе, создавался и процветал именно русский балет, советский балет, российский балет, да, получить возможность, в том числе, получить, например, стажировку в Академии, как вот сейчас и происходит, что несколько человек уже, они получили стажировку в Академии русского балета, и с следующего года они будут учиться уже в Агановской академии. Я думаю, что это самое главное. Вот эти вот стены, да, которые ковали славу вообще русского балета, да, это стены, в которых выпускались Вацлав Нижинский, Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Юрий Соловьев, да, и также Корсавина и Колпакова, ну, можно пересчитать просто бесконечно, да, и вот эти стены, конечно, да, этот ансамбль даже архитектурный на улице Зодчего Росси выполнен в едином стиле, ты уже туда попадаешь, ты уже входя с улицы, какое-то такое торжественное состояние, и вот эти залы, ты думаешь о том, что ты занимаешься в том же зале, где, предположим, делал свои первые шаги, там, Михаил Барышников, педагоги стараются за этот короткий промежуток времени, да, вложить в них как можно больше, да, в плане репетиций, в плане музыкальности, в плане какого-то чистоты именно исполнения движений, да, пытаемся с ними разговаривать о роли, да, что это не просто набор движений, что они постоянно рассказывают какую-то историю, да, что даже если мы сейчас показываем только вариации, это вариация, которую мы берем из какой-то конкретной истории, да, из всего балета, которую мы в таком коротком промежутке должны рассказать, да, и вот я считаю, что, ну, в принципе, в общей массе это получилось. В основном, конечно, хочется им пожелать как можно больше все-таки обращать внимание музыке, да, очень важно музыкальность, то есть не мы главные и не музыка главная, мы это делаем вместе, у нас синтетический театр, мы каждый знаем свои слабые стороны, у кого-то не хватает растяжки, у кого-то не хватает прыжка, у кого-то не хватает гибкости спины, да, и так как они дети, у них есть возможность это еще развить и свои недостатки убрать, да, и стать намного лучше. Конечно, удачи всем и хорошей в дальнейшем, я надеюсь, карьеры.